Кто служил в армии, особенно во время Советского Союза, я не знаю, как сейчас. Я в развал служил, 86-88 год. У нас было понятие такое, там пытались остатки дедовщины, потом землячества. Вот такие вот нормы были. И вот людей слабых делали как чмо. Слабый человек, который не мог за себя постоять, который боялся боли и не мог драться или не умел. Их, независимо от срока службы, от национальности, не, ну от национальности я промолчу, национальности, допустим, азербайджанцы, там у нас было казахи, узбеки, они за себя, за своих стояли. А вот русские, европейцы, особенно украинцы и русские, вот как бы не было такой взаимовыручки и помощи. И вот этих слабых людей чмирыли. Вот все хуже и хуже им делать, заставляли делать так и так. То, что происходит здесь у нас на Украине. Некоторые какие-то команды, типа сильных, типа у власти, они просто сначала понемногу, понемногу, а потом все больше и больше закручивают гайки. Цены на бензин, топливо, это еще вспомните раньше. Доллар поднимали, как хотели. Потом вот электричество, иногда носители, газ. Они воруют каждого конкретно человека, не заходя к вам в дом. Вы сами им платите. Придумали с потолка цены, обосновали Роттердам плюс непонятные, только им известные тарифы, что это стоит столько-то, вроде бы для газа, а не урожай. И люди молчат. И как чмырей вот эти власти, эти люди ненасытные, вот они чмырят. В чем проблема? В том, что есть некому сопротивляться. В чем проблема? Потому что слабые или просто, или может на самом деле это чмо. Подумайте о себе. Или вам все устраивает. Сейчас кто у нас живет на работе, скажите. Вот кто в госструктуре, только что человек прошел, говорит, я зарабатываю, мне хорошо. А где? В госструктуре. Вот грузовая структура может себе начислить, сколько хотят денег. А человек, который сам зарабатывает, ему сейчас тяжело. Вот где ваши мужья работают? Мебельная фирма. Мебельная фирма. Горячий заказ, который надо завтра уже сдать. Видите, вот если бы у нас так политики работали, они все раз, пять дней в месяц поработали и зарплату начислили. Да? Ну скажите пару слов, на что вы надеетесь? В плане к... Вот в этой стране, на что вы надеетесь? Напомню. Я даже не знаю. Вот ваши, вы детей растите, вы хотите, чтобы так продолжалось? Конечно нет. Вот видите, вот когда думает человек про детей, а он думает уже потрезво. Когда у человека нет детей, когда он молодой, он вообще думает, да, я уеду куда-нибудь. Срублю бабла и уличу. Смотрите, взять обычно в Беларусь, недалеко же находятся. У них пенсии такие, что они могут спокойно себе раз в год поехать в Египет даже. Обычный лаборант, который у нас 1300 получает, там получает 80 тысяч. Да мы же хотим с Америкой сравнивать, как там выше пенсии. Так а зачем, зачем далеко идти? Нет, мы сравним с Россией. Подождите, Беларусь одинаково вышла с Евросоюза, с СССР в то же самое время, в принципе, как и наши. А в чем разница? Почему у них лучше, а у нас хуже? Потому что у нас тырят постоянно и растыкивают деньги с бюджета себе по карманам. Нам можно сказать, что... Ну, по сути дела, даже тут не в нашем начальстве, как бы, политике роль идет. Мы сами так. Мы сами себе... Если мы дорвемся до власти, мы будем тырить. Я тоже, наверное, буду тырить. Не, не ловцы. Надо сидеть просто молчать. Коммуналку подняли, все сидят. Я не знаю, ничего не знаю. Истинный украинец. А вот когда мы начнем говорить, и когда нас начнут слушать, тогда что-то поменяет. Спасибо. Вот цивилизация, 2018 год. В данном случае Буэрка. Воскресный день. Кто-то в церкви, кто-то дома спит. Кто-то с детьми, как здесь, идут гулять на горке. Хорошая погода. И вот, скажи, такое ощущение, что Христос зря на землю приходил. Его идеи, Его послание, оно осталось неуслышанным. Ну, некоторые только песни ему поют, задабривают его. Слова словят, образно говоря. Ну, что это такое? То ли Бог это ожидает от вас, а? Сами подумайте. Активный отдых – это лучше всего. Вот скажите, у вас много детей. На что вы надеетесь? Вы хотите, чтобы так продолжалось, и дети жили так же? Я, конечно, хочу, чтобы дети жили лучше, чем я. Что вы для этого делаете? Ну, во-первых, я хочу им дать хорошее образование. Вы за границу их отправите, да? Возможно. Вы хотите, ты хочешь учиться? Да. Да? Молодец. Класс. Ты еще не учился, наверное? Учился. Я уже в третьем классе. Класс. Какая школа? Гимназия. Гимназия. Прикланируем гимназию. А дети еще... Да, я хожу тоже в третий класс, и мне 8 лет. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать великим спортсменом. Это каким великим? Метр 20, ой, 2,20, 2,40. В смысле великий спортсмен? Известный? Да, известный великий спортсмен. Что занимаетесь? Папа, паспорт. Я занимаюсь спортом, и это мой одноклубник. Нам вдвоим по 8 лет, и ходим двое в третий класс. А что за спорт у вас? Китбоксинг. Ну, вы знаете, однозначно сказать нельзя. То есть, хорошее нынешнее правительство или плохое. То есть, для всех хорошим не будешь. Что-то нравится, что-то не нравится. Но я вижу, перемены идут, и, даст Бог, будут перемены к лучшему. В принципе, так как... На месте стоит тоже, это болото, оно нас засосет. Все, так вот и останется. Нужно что-то менять. То есть, вот сейчас начинаются перемены. Ну, конечно, тяжело. Все, не все нравится. Я не вижу никаких перемен. В городе, допустим, много чего поменялось. Плитка, тротуары. Это не показатель. Вопрос не в плитке. Вопрос даже не в плитке. Вот дом, дом, дом в парке строится. Нормально? Нет, это никак не нормально. Парк является парком. Это, ну, уже стоит забор. Это проблема властей. Они должны решать идти. Хотя, вы знаете, с другой стороны, то есть парк, непосредственно вот эта часть парка, где строится дом, там, ну, такое было, там, пьяницы собирались, там бутылки валялись, мусор там. Что и сделать, культурный центр какой-то, клуб, там, концертные программы. У нас нет у Буэрки такого ничего. Все можно, да. Как раз у Буэрки большие проблемы. Не хватает Буэрки хотя бы одного такого полноценного спортивного комплекса со спортзалом, с бассейном, там, с тренировочными залами. Так вот хорошее место было. Было бы хорошее место, если построили бы дом и к этому восстановили бы старый Прометея, сделали детский садик. Дом пускай хочет быть. Они вкладывают инвестиции, парк есть парк все-таки. Вы лично увидели инвестиции от этого дома, который? Не знаю. Вот так и от этого будет. Нет, это Зарубин. Передвыборная программа Саши Зарубина. Ну, хочется, чтобы все было в Украине доброе, чтобы все были счастливы, чтобы мы знали и верили, мы все-таки надеемся и верим, что в наших детей в будущем все будет хорошо. А яка причина вам надеяться? Ну, яка причина? Что? Кому вы верите? Кто вам сказал, что так будет хорошо? Не хто не сказал. На Донбассе воюют, будинки развалены, там какие-то сходят мордвины, там чукши русские. Кому не лень? Там воюют и грабляют. Да. Кто сказал, что тут такого не будет? На что вы надеетесь? На Бога? Виходит, что на Бога, потому что так не важно, что надеяться. На государство мы не надеемся. Перешевка не выполняет ни одного. На политиков не надеемся взагалі. Никакой обещанниками? Ем не верим ничому. Ну, типа на Деда Морозова надеяться, так? Ну, на Бога надеемся. Все будет хорошо. А что у нас свой выбор? Речь у тим, что остается только надеяться. А как вы знаете, мы же верим один одному людям. Когда мы говорим правду, у нас есть такие дружные отношения между один одним, так? Так. А если у вас близкая людина, друг, два-три рази обманул, он вам будет больше товарищем? Ну, если два-три рази, то я уже, мабуть, не буду. А что наша влада бреше постійно, и мы их снова и снова выбираем? Скажи, какая причина? Мы надеемся на что? Я не знаю, кто их выбирает. То есть, взагалі, кого бы сейчас не выбрали, я вважаю, что все равно в нашей Украине, я честно, не верю, что есть честные люди, кого бы мы не выбрали, все равно будет замкнутый круг. Даже и у вас. Один малий, другий, каждый собитян, натура у нас такая украинская. Да, и кого бы мы не выбирали, то есть, я не знаю, кого треба выбрать, чтобы все зупинилось. Короче, все будет хорошо. Ну, будем надеяться на лучшее. А ты любишь правду? Любишь правду. Мама тебя не обманюет, не? Ні. Я верю маме, больше никому не верю. А как ты относишься к добрых унёв? Ні. Тебе обманювали дети? Более волосно. Садите. Иногда. Тебе это боляче, или нет? Неприемлемо. Неприемлемо. Да. Так что не обманюйте. И сами себе не обманюйтесь. У каждого человека должны быть свои мечты. И это главное вдохновение. И мечты детей наших. Поэтому стараться нужно реализовать их и работать над собой. Тогда все будет хорошо. Пошли, котик. Мечтаем жить, наверное, счастливо, в первую очередь. Что для этого нужно? Реализация мечт, желаний. А для этого что мы хотим? Мы хотим иметь собственный дом, работу хорошую. Ну и возможность реализовать мечты нашего малыша. Это садик, школа. Собственный дом. Да. Ну в первую очередь, конечно же, не хотелось бы иметь такую обстановку в стране, которая сейчас. То бишь военную. Потому что все равно это мешает стране, нашему правительству дать возможность все-таки гражданам как раз-таки вот эту вот возможность. Для всего. Нет, ну я не словатик. Это похоже на фото по работе. Наше правительство, по-моему, наше правительство хуже, чем война. Они делают все для того, чтобы народ истреблять. Не реформы, медреформы, пенсии, которые невозможно оплатить коммунально хотя бы услее. Это правительство хуже, чем атомная бомба. А ты говоришь, наше правительство, а оно твое правительство, ты рад за нее? Ты гордишься в прошлом, который солгал от выборов, выбери меня, выбери меня. Вот представляешь, ты обещал девушке, а потом ее бросил. Это же происходит регулярно с нами. А почему мы выбираем уже все? Потому что получается, больше некого. И все такие. Ну, своим детям вы врете? Нет. А почему? Потому что мы не хотим, чтобы между нами, внутри нашей семьи, было вранье. Короче, итог такой. Перестаньте врать, да? Да. Люди, перестаньте врать. Сами себе, друг другу. Это точно. Да? Да. Ну, что же это твоя? Честно, я могу добавить только одно. Моя мечта – это стабильная, уверенная жизнь. А не то, как учитель у нас и доктор получает копейки. Учитель, доктор, копейки. Это судья, который будет судить этих бедных докторов и учителей. Сотни тысяч. 300 тысяч зарплат. Я, честно говоря, стою в центре занятости по безработице. Вот. Будучи в декрете. И мне не могут найти нормальную работу. Да. Проработала я 7 лет в НАУ на 0,25 ставки. Это 600 гривен. Вот. И поэтому вопрос. У человека с двумя иностранными языками нет работы у учителя, у преподавателя высших учебных заведений. Вопрос. Как можно улучшить эту ситуацию с работой? А сейчас? Ну, я ничего не делаю пока что. Я еще маленький. Ой, как маленький? Ну, я еще не дорос, чтобы что-то делать. Вот это нас все в байке учат. Понимаешь, когда ты хочешь в туалет, ты не спрашиваешь, маленький, не маленький. Ты идешь и делаешь. Ну, да. Когда тебя что-то не устраивает, ты тоже должен встать и это все изменить. Я согласен. А тебе говорят, ты маленький, не твоего ума дело. Скажи пару слов. Опять. Ты сам о себе говоришь, скажи, имей слово, имей голос. Тогда все изменится, понимаешь? Пока молчишь, пока молчишь, ничего не поменяется. Хотя бы надо начать говорить. Да. Хотя бы признать. Сегодня семейный день, люди отдыхают, ходят на горки. Сегодня Масленица, прощенное воскресенье. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я жительница города Боярка, сама приехшая из Донецка. Смотрите, на данном этапе жизни я не вижу будущей для своих детей. Я вынуждена рассматривать варианты выезда по заграницу. Я хочу, чтобы... Я люблю свою Украину, я люблю свою страну. Но наше правительство делает, только кричит, ничего не делает, никаких вот на данном этапе. Она нас загоняет в долг. Оно нас ставит с колен, оно нас, извините, ставит раком. Я говорю это при детях смело. Для кого? Для Европы. Зачем мне Европа? Я территориальный центр Европы. Зачем мне... В моей стране все есть, а чего нет? Моя страна может заработать и купить. Зачем мне ехать куда-то? Уважаемое правительство, сделайте так, чтобы мы жили в своей стране и гордились своей страной. Они просто говорили стыдно в других странах, что я с Украины и опускали глаза. Люди, которые уже пострадали от действий этой власти, они могут свободно говорить. Люди, которые еще живут в спальных районах, до них еще не дошли эти перестрелки и всякое вот это вот... Все, что происходит, так еще не такие большие платежки. Вы где-то еще достаете свои гробовые деньги, чтобы заплатить это все. Они пришли, они уже... Да, да, да. Люди еще тратят свои гробовые деньги, чтобы как-то рассчитаться, не быть должниками. Вы молчите. Но поймите, пока молчите, это дойдет до вас. Зачем молчать за свои деньги? Извините, зачем я должна молчать за свои деньги? Это мои деньги. Я плачу большие деньги за эту коммуналку. Я ее не получаю абсолютно на 100%. Почему я должна платить такие большие деньги? У меня есть другие, куда потратить эти деньги на одежду, на обувь, на развлечение своих детей, на образование своих детей. На каком основании такая большая коммуналка? Зачем я должна покупать газ, который идет из России в Европу, с Европы в Украину? Извините за то, что у вас там какой-то внутренний конфликт между собой, но вы решите между собой свои личные негодования. Я думаю, что даже украинского газа вполне достаточно для населения Украины. Где он? Подождите, где он? Они под маркой перепродают за высшенными ценами. Все? Да. Вот ваше мнение. Как вам тут живется? Вам хорошо живется? Ну и вы хорошо живется. Тебе тоже? Да, очень хорошо. Детям везде хорошо, где их не родители. Все, спасибо. Мы надеемся, что в этой стране что-то изменится. И мы не будем вынуждены бежать с этой страны. Я тоже. Не хочу никуда бежать. Я хочу, чтобы бежали с этой страны те, которые довели эту страну до такого состояния. Тут пришел знаменитый Саша Подручный. Пришел пиарить Лешка. Всем привет, друзья. Я в прошлый раз голосовал за Лешка. В принципе, человек слово. То, что я заметил. То есть, были разные проекты, которые я предлагал участие. Даже могу сказать про такие фамилии, как Рябаконь. То есть, люди, которые говорят, что в разных направлениях в Буэрке нужно помочь, чтобы что-то сделать. Они участвуют, делают. Есть проект. Вы можете со мной быть несогласны. Я могу, вам не нравится. Или Саша может противный быть. Но есть дело, которое надо сделать. Давайте делать какие-то дела. А почему ты не голосовал за Порошенко? А потому что он обманщик. Как можно за обманщика голосовать? Его изначальные лозунги – это сплошной обман. Человек, который это не понимает, он сам, наверное, такой же обманщик. Люди обманываются и верят лжи. Перестаньте верить лжи. Вот видите, вас обманывают, обманывают, а вы молчите. Сегодня там в Киеве кто-то что-то пытается протестовать. Здесь Буэрка – спальный район. Оно нафиг никому не нужно. Вы даже сколько награбили, не сможете по жизни потратить. Вот Порошенко, сколько у тебя денег? Или подобное тебе? Ты же по жизни не сможешь их потратить. А жизнь твоя, как в тюрьме. Без охраны ты на Хрещатике не пройдешься. Без охраны – это дебильная жизнь. Ты в метро никогда не ездил. Ты на гидропарк не сходишь. Ты под охраной – это хуже концлагеря. Думаешь, это круто? Да потому ты злой и народ ненавидишь. Потому что народ тебя ненавидит. Потому что ты запираешься за этими пятиметровыми заборами. И охранил себя вот этими суками, которые за деньги готовы, как собаки, охранять любого хозяина. Просто они не соображают. И вы разделите эти все охранники, все прислушники участь своего хозяина. Надо думать головой. Кому ты тратишь, кому ты служишь. Служите Иисусу Христу, правде. Возлюбите истину, возненавидите ложь. А вы любите лжецов. Вы их охраняете. Вы их исполняете все забаганки. Поэтому разделите участь вместе со всяким лжецом. А участь лжецов в озере огненном. Я вас не пугаю. Я вас просто, как бы, ваше будущее, ну как, показываю. Оно ни другое не будет. Надо стоит покаяться. Покаяться надо. То, что награбили, раздать. Бедным вернуть. Как вот Закхей. Почитайте историю Закхея. Кому чем обидел, воздайте четверо. Вот так что не обижайте людей. Как в армии я говорил уже, когда человека доводят до состояния чмо, вот это довели народ. Они просто даже не могут сопротивляться. Просто не хотят. Вот как в армии. Кто служил в армии? Знает такое понятие чмо? Расскажите своим детям. Не буду подаваться в подробности. Как не стыдно. Вы люди. Относитесь к полюшке друг к другу. Конкретно надо, если о ком-то говорить, надо конкретно документы. Так просто кого-то поливать из головы. По слухам. По слухам. Слухи не верьте слухам. Высоцкий пел песню про слухи. Слухи ходят тут и там. Нафиг слухи. Есть истина и правда. И все. Все. Слухи, если будет такое, надо просто, если есть доказательства. Ну, если есть это все, пожалуйста, будем говорить. В каждом празднике есть массовик-затейник. Вот свадьба. Есть там тамада. Ты знаешь, что такое тамада. Без тамады свадьба, как она идет? Ты видел? Скучно. Ты видел? Ты снимал свадьбу без тамады? Без тамады? Да. Ну, она более, меньше людей там. Там человек тогда 20. И люди просто себе сидят тихо. Ну, просто по бедности, да. Тихо сидят, да. Ну, вот видишь, в каждой свалке есть тамада. И вот это в каждом деле надо подбурить народ, вот эти массовики-затейники. Вот так вот, верьте правде, а не верьте брехуне. Вот я вам скажу. Потому что этих массовиков-затейников до хрена и трошки. И каждому в этом тысячу кого-то нанят. Тем более. Вот эти все массовики-затейники, они как кто-то их нанимает. Вот на свадьбу. Они же не сами приходят. Они бесплатно не приходят. Это мое мнение. Я могу быть неправным, но я прав. Ну, вот на сегодня эфир заканчиваю. Вам подобается тут жить у нас на Украине? Так. А что вас тут надыхает? Что вы хотите тут досягнуть? Ну, хочу хорошо вивчитесь в университете и прославляти нашу Украину. Каким образом? Ну, я не знаю даже. Но хочется, чтобы про нашу Украину знали только хорошее за ее межами. И, конечно, чтобы в нашей Украине все было бы хорошо. А каким образом? Ну, прославляти Украину. Есть, говорят, Бога прославляют. Бог, аллилуйя. Песнями спевают. Так же можно кричать слава Украине. Это будет слава Украине. Ничего будет слава Украине. Это вас так тату и маму научили, так? Да. Ну, они тоже так говорят, но это наша думка так же. Ваш комфорт блага вам обеспечивают батьки, так? Так. Так. Ви еще не зарабляете? Ни. Ничего себе шкода. Ви знаете, что такое зарабляти грошей? Вас брали додому на работу батьки? Так. Ну, никак, чтобы зарабляти. Просто... Подивитесь. Так. Это тяжко или не тяжко? Тяжко, тяжко. Тяжко? Так. А у вас есть бабуси, дядуси? Так. А как они живут? Какая у них пенсия? Маленькая. Маленькая. А чего маленькая? Потому что... Таклада. Таклада решила. Ні, треба с себя начать. Вы сказали, с себя треба начать. Ну, какая работа, напевно, такая и будет потом пенсия. Это треба старушку. Люди по 30 років попрацювали, получили тысячу-півтори пенсии. А что, неважко працювали, а пенсия такая маленькая? А в селі працювали, знаешь, еще ранее, до якогось 60-го года, за трудодень. Они не получали зарплату, а в селі получали трудодень. Не вийшло на работу, тебе еще могли оштрафовать, накласти на тебя, який стендут, повинен будет працювать, а то, что могли посадить. Вообще, даром працювали. Мы знаем про тебя. У них пенсии ноль. А вы на что рассчитываете? Если мы хорошо будем учиться, то, если у нас будет разум, то мы надеемся, что профессия у нас будет так же хорошая, что мы сможем хорошо заработать. Не будет так, как и ваших дедов обманули? Кажут, вот, работайте, работайте, а вашу пенсию, ваша старость будет обеспечена. А когда пришла старость, сказала, у нас нема денег. Ни хто не знает, что будет завтра. Не шкильная, не навчальная такая ваша мрия. Можете не сказать, но есть вас грея? Да, есть. Она вас греет. Майте мрию. Мрия – это самое лучшее, что вы можете мать. Если ничего не мать, то все марно. Надо, надо жить. Жить надо честно. А честно жить трудно. Значит, что? Надо воровать и обманывать. Так легче. Вот такие сбитые возможности. Если это никому не надо, знаешь, если ты что-то делаешь, и это никому не надо, желание узнать, а кому это надо, что ты делаешь? Если я что-то делаю, я с этим согласен. Я должен внутри себя быть согласен с тем, что я делаю и что говорю. Если так не происходит, лучше ничего не делать. А что такое согласие? Согласие – это как бы настроенный инструмент. Человек согласен внутри себя. Он настроенный и он может что-то сделать. Поэтому настраивайте себя на Царство Небесное. Все тут в этом мире знают – Отче наш. Да будет Царство твое. И на земле, как и на небе. Это относится к нашим временам. Хотите ли вы этого или нет? Я хочу. Я хочу, чтобы закрылись рты лживые. Я хочу, чтобы торжествовала правда. И любовь, она не была продажная. Вот я это хочу. Любовь, чтобы она не была продажная. Она не продажная. Это не продается. Это дороже. Любовь, чтобы она не была продажная. Это, видимо, себе, знилось мне. Любовь? лишPlayner внутри. Любовь твой стран. Рейтой, может каждый выйдет, Витчула ты таемниці, Володіти секретом дивных чар. Субтитры создавал DimaTorzok Фантастично лучок в небо не беде на чергу річні. Там є своє рідні ходи, Що сягають саме глибин, Там тварини небесної журби. Але я не питаю себе, Динамо пі країна сє, Тай негайно рушаю даю день. Фантастично лучок в небо не беде на чергу из них, Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка